Многие ошибочно предполагают, что в Турции подвержена дискриминации женщины, что якобы они такие бедные овечки, которые незаметно должны ступать по следам своего мужа и мельтешить где-то сзади него. Однако этот миг мы развеяли в одном из наших видео, можете посмотреть его вот здесь. А сегодня поговорим про дискриминацию, которую реально подвергаются мужчины в Турции. Вы на канале Turkey Space, я Олеся. Я Владимир. Погнали! Будучи турецким мужчиной и живя в Турции, вы непременно будете подвергаться дискриминации в разных областях своей жизни, начиная от обязанностей в семье и заканчивая посещениями каких-то заведений. Стрелочка не может вдруг брать и повернуться вот сюда. Круг обязанностей мужчины в семье не имеет ограничений. Он обязан слушаться свою жену, полностью обеспечивать ее, при этом еще помогать своим родным, маме, папе, брату, дяде, тете по первому у них зову. Даже если у него всего один единственный выходной в неделю. И даже если турецкая жена мужчину постоянно пилит и высказывает постоянные претензии, то при жалобе друзьям и родным поддержку получит именно супруга, а не муж. Некоторые клубы, бары, дискотеки вход мужчинам без сопровождения дам запрещают, так как считается, что одинокий мужчина, а тем более группа мужчин, могут нести общественную опасность и стать причиной драк и беспорядка. А вот мужчина, пришедший с дамой, не позволит себе ничего дурного. Ну и точно будет с деньгами. На входах таких заведений можно увидеть объявление «Дамсис Гиринмес», что значит «Вход без дам воспрещен» и часто вызывает бурное возмущение среди мужского населения. Как бы прилично не был одет и безобидно не выглядел мужчина, попасть в заведение без сопровождения дамы не удастся. И конечно многие мужчины используют разного рода уловки, уговоры и попытки подкупа, чтобы во что бы то ни стало попасть в такие заведения, но чаще это безуспешно. И поэтому даже некоторые менеджеры вешают такие объявления с очень остроумным текстом. Например, если перевести сразу на русский, то «Вход без дам запрещен». «Только посмотреть, там ли мой друг?» – нельзя. «Только выпить одно пиво и уйти?» – нельзя. «Просто заглянуть?» – нельзя. «Настаивать на своем?» – также нельзя. А в некоторых клубах, даже если разрешено прийти без дамы, на танцпол выйти мужчине запрещают. Считается, что он может приставать к женщине. Что это такое вообще? Что за дискриминация? Также в некоторых отелях не сдадут номер мужчины без женщины, так как предполагается, что он будет устраивать разврат и будет водить девиц с низкой социальной ответственностью. И даже некоторые семейные кафе и парки, и даже магазины женской одежды и белья вход одиноким мужчинам запрещают. Поэтому, если вдруг турецкий мужчина решит купить своей женщине нижнее белье на подарок, у него это может не получиться. И вот на формах и тематических чатах недовольные мужчины часто обсуждают вот такую несправедливость. А вот иностранных мужчин эти правила не касаются. Поэтому туркам становится еще более обидно от такой несправедливости. Особенно, если его не пускают, а иностранный мужчина проходит прям при нем, и им типа «Ош калденис!» Что также вызывает бурные обсуждения среди турецкого мужского населения. А как вы относитесь к такому своду правил? Является ли это дискриминацией или просто меры соблюдения общественного порядка? Напиши об этом в комментариях. Еще интересно, чем же так провинились эти турецкие мужчины? Ну ведь, когда принимают такие меры, что-то же предшествовало этому? Очень любопытно. Кто обладает такой информацией, можете тоже нам рассказать в комментариях. Ну раз что там уже внизу, можешь сразу подписаться на канал и поставить палец вверх, чтобы канал чаще показывался другим пользователям. Но если у тебя есть письма, вопросы, предложения, можешь писать на почту, указанную под видео. И также под видео указан наш сайт, куда ты всегда сможешь обратиться за помощью в поисках квартиры в аренду или для покупки. Или если тебе нужна помощь в консультации, сопровождении, сбору документов для ВНЖ, также можешь обращаться к нам. И, конечно, вы всегда можете поддержать наш канал, используя функцию суперспасибо. Обняли-подняли и немножко хрустали, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok